Как ожидалось, я думаю, все ожидали еще до игры, что получится настоящее дерби. Так оно и получилось, со всеми эмоциями, со всеми голами, со всеми эмоциональными, психологическими, футбольными моментами. В принципе, так оно и получилось. Я думаю, болельщик, в первую очередь мы играем для болельщиков, должен быть доволен сегодняшним зрелищем, которое происходило на футбольном поле. В первую очередь мы играли с тренингой защитниками. Это был первый раз в этом сезоне. Это с чем связано? У вас не было неохватка футболистов из-за того, что вы играли с центральными защитниками или из-за силы Навбахора? Спасибо за поздравление. Не из-за силы Навбахора, это точно. Я в том году как-то говорил, что у нас достаточно много и разнообразных схем, в которые мы можем играть и которые мы тренируем каждый день. Поэтому не удивляйтесь, следующая игра может быть совсем другая и по другой схеме, и по другим тактикам, потому что в первую очередь мы исходим от футболистов, от их сильных и слабых качеств, которые мы имеем. Поэтому от этого и строим стратегию на каждую игру. Мы готовимся очень серьезно на каждую игру, с кем бы мы ни играли. На Маган, это Бухара или Олимпик. Мы всех изучаем досконально и от этого уже исходим, что мы можем предложить сопернику своему и как нейтрализовать их сильные качества. Вы всегда говорите правду. Как вы оценили сегодняшнее судейство, если у вас был шанс такой? Спасибо, что вы цените, что я всегда говорю правду и это честно. Я, по крайней мере, честен перед собой. Судейство не хотелось бы трогать, честно сказать. Потому что я думаю, что у каждого человека есть своя совесть. И оставим это на совести арбитража. Есть коллеги у них судейство. Я думаю, они тоже будут эту игру смотреть, разбирать, анализировать. Честно скажу, повторы я буквально видел мельком. Мне показалось, что первого пенальти абсолютно не было, второй там просто много футболистов было в штрафной. Ну, то, что я видел сейчас по телефону, там сложно определить. Поэтому оставим это им. Ну, если мы сегодня победили, это уже говорит о том, что мы играли лучше, чем предыдущие первые два тура. Потому что, как бы ты что ни строил, как бы ты что ни тренировал, все-таки отражение всего – это цифры на табло. Можно играть прекрасно, комбинировать, создавать кучу моментов голевых, в итоге ты проигрываешь. Я думаю, от этого никому и не хорошо, и не сладко, и не лучше. Поэтому главное табло – это три очка. Сегодня, повторюсь, была очень важная игра для нас во всем, во всех планах. Вот, просто многие еще не понимают, что это сегодня победа. Она, я уверен, что в дальнейшем перевернет все это дело. Тот наш старт. Завтра уже все забудут, что мы проиграли первые две игры. И ребята сейчас разъезжаются у нас по сборным. Главное, чтобы все вернулись живы-здоровы. А сегодня мы постарались продемонстрировать то, что должны были сделать еще в первом туре. Ну, тем слаще, как говорится, победа, тем более с таким соперником сильным, как Наббахор. Это функционально. Потому что он сборы не проходил, и он до приезда к нам практически два месяца не тренировался так, как должен был. Поэтому у него нет еще тех физических кондиций, которые он должен иметь. Поэтому мы сейчас как раз в этой паузе постараемся привести его в порядок. И надеюсь, что, когда уже все вернутся со сборных, то наберет он свои и физические, и моральные, и психологические кондиции. И все-таки это боевая единица наша, которая умеет играть в футбол и хорошо умеет играть в него. Поэтому будем надеяться, что после сборных мы увидим немножко другого Рашидова. Я уже говорил не первый раз об этом, что это проблема для нас, реальная проблема. Вот сейчас собираются все сборные, да, с Пахтакора забирают 38 человек. По всем возрастам 38 человек. Это хорошо, что Пахтакор является спонсором футболистов. Это хорошо, потому что все-таки каждого футболиста цель – это национальная сборная и те задачи, которые ставятся перед сборной. Это хорошо, с одной стороны, но, с другой стороны, те футболисты сейчас конкретно Ю-20, да, мы их не увидим, я думаю, до лета. Вот, и, к сожалению, ничего не можем мы с этим поделать. Ну, такова жизнь, просто, когда мы заявляем футболистов, мы как бы рассчитываем на них, да, мы же, у нас же не безграничный список заявки. Вот, с этим тоже, как бы, проблема, потому что там реально футболисты, все, на которых мы рассчитываем, я говорю конкретно про Ю-20, пускай они все играют в основе, но, по крайней мере, это ближайший наш резерв, на которых мы опираемся и который в любой момент может выйти и в основе, и на замен. Ну, радовался я или нет, честно скажу, радовался, да, потому что, ну, радовался еще, когда они уже в четверку попали, да, обыграли. Сейчас, как бы, финал, такое дело. Понятно, что они будут играть на победу, и все будем ждать, что они победят, но дело не в этом. Там вот, когда будет мир, тогда будет интересно посмотреть там свои силы, проверить на разных школах, там, потому что будут все, и африканская, и азиатская, и европейская, и все остальные. Вот там будет интересно проверить свои силы, посмотреть на фоне тех, да, проверить свои силы, посмотреть, как мы выглядим. Правильно мы работаем в правильном направлении или немножко где-то просаживаемся. Спасибо, Амад. Нет, он провел достаточно хороший матч, заменили из-за того, что нам нужно было, потому что выполнил в первом тайме большой объем работы, и нам нужно было просто освежить и выпустить более свежего игрока, потому что невозможно все 90 минут в такой игре держать скоростные качества физические. Сегодня к нему претензий никаких нет, вот, то, что мы требовали, он старался выполнять, но хотелось бы еще от него увидеть, чтобы он больше, более агрессивно играл вперед. А так сегодня претензий нет, молодец, он сделал сегодня все, что мог. Спасибо. 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 Продолжение следует...